Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Евгения Теретьева. Я научный сотрудник сектора межмузейных выставочных проектов отдела хранения и экспозиционно-выставочной работы Белгородского государственного художественного музея. Тема моего доклада «Крым в творчестве» Александра Куприна, Александра Осмёркина, Григория Шиголя, Владимира Ломакина на примере произведений с фондового собрания Белгородского государственного художественного музея. Белгородский государственный художественный музей был основан в 1983 году. Время открытия музея определило специфику и особенности его фондов, в которых представлена интересная коллекция отечественного изобразительного искусства реалистического направления преимущественно XX века. Поэтому мой доклад и посвящен художникам и представителям этого столетия. Собрание музея насчитывает более 6,5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и иконописи. Испокон веков Крым привлекал красотой своей природы и архитектуры людей искусства. В своем творчестве Крым воспевали художники прошлых и нынешнего веков. В коллекции нашего музея находится множество произведений авторов, восторгающихся в своих работах Крыма. Среди них Александр Куприн, Александр Осмеркин, Григорий Шигаль, Иван Копин, Маргарита Кеслер, Виталий Леус, Владимир Конев, Евгений Поленов, Владимир Ломакин. В своем докладе я решила обратиться к живописным полотнам известных знаковых живописцев и тех художников, чья жизнь и творческий путь связывают белгородскую и крымскую земли. За исключением Владимира Гавриловича Ломакина, все художники являлись представителями одного поколения и создавали свои работы примерно в одно время. В историю советского изобразительного искусства Александр Куприн вошел как крупный мастер пейзажа и натюрморта. Его творчество сформировалось еще в 1910-е годы в составе объединения художников «Бубновый валет» ярких представителей первой волны русского авангарда. В послереволюционные десятилетия в становлении нового советского пейзажного искусства Александр Васильевич Куприн сыграл немалую роль. Еще в феврале 1907 года Куприн заболевает туберкулезом и по настоянию врачей отправляется в Крым. Именно так состоялась его первая встреча с Крымом, морем, горными пейзажами, на многие годы ставшими одной из ведущих тем в его творчестве. Если в молодости живописца покорили море, горы и блеск известного всем южного побережья Тавриды, то в зрелые годы его влечет центральный Крым, в суровой сдержанности которого он видит величие, одухотворенность природы, рождающие образность высокого строя. С конца 1920-40-х годов художник находит новый индивидуальный язык живописи, свой, очень личный, можно сказать, психологический, по подходу к изображаемому мотиву. А в эти годы главными героями крымских пейзажей Куприна становятся Бахчисарай и Феодосия. В купринских пейзажах Крыма существенную роль играет небо. В его изображении художник стремится к разработке самых сложных колористических нюансов. Его не интересует солнечное небо с облаками или без, его больше привлекают переходные состояния, сумерки, вечер, предрассветный час. 1920-е годы – это время разнообразных экспериментов над композиционными решениями, и все больше в творчество Куприна входят более развернутые повествовательные композиции, отвечающие в большей степени задачам реалистической традиции живописи. Картину 1928 года «Бахчисарай. Сумерки» можно назвать панорамным пейзажем. В произведении открывается чудесный вид на старый город с особым природным и архитектурным ландшафтом, который постепенно разворачивается перед глазами зрителя. Центральное место в композиции занимает высокий пирамидальный тополь, который разделяет холст пополам. Он образует одну из вертикалей, поддерживаемую башнями минорета. Очертания гор, линии крыш домов в картине образуют горизонтали. Таким образом в произведении вырисовывается четкое ритмическое построение. Типичная черта большинства картин Куприна – это композиционная завершенность. Она присутствует и в лирических интимных пейзажах, таких как пейзаж двумя фигурами 1934 года. Он относится к группе бахчисарайских пейзажев, в которых художник вводит небольшие фигуры, но не ради их характеристики, а скорее как определяющее общее настроение тему. В картине с тонкой передачей освещения солнечного тепла фигуры, слившиеся с пейзажем, соответствуют общему состоянию природы. Обе работы поступили в фонды Белгородского государственного художественного музея в 1986 году в результате закупки у Татьяны Сергеевны Анисимовой, ученицы художника и его второй жены, в частном собрании которой хранилось более 500 полотен мастера. Также в дар музей получил ее собственную работу. Еще один живописец, обращавшийся к теме Крыма – это Александр Александрович Асмеркин, младший из членов группы московских живописцев «Бубновый валет». В 1930-40-е годы он создал в СССР своеобразную мощную творческую школу, основой которой стали гуманизм и идея воспитания человека искусства. И в конце 1930-х годов этот замечательный советский художник, профессор живописи и руководитель профессиональной мастерской Ленинградского института живописи, культуры и архитектуры имени Репина Александр Александрович Асмеркин неоднократно посещал в летнее время Крым, руководил пленерной практикой студентов в Козах, ныне это село Солнечная долина, и писал там свои произведения. И одна из его работ представлена в собрании Белгородского государственного художественного музея. Улочка в Крыму ярко отражает характерную черту творчества художника этого периода, передачу цветовой стихии и природного мотива при общей сдержанности и тонкой тональной оркестровке красочного слоя. В данной работе нашло воплощение поэтическое восприятие автором деревенской жизни, что проявилось и в композиционной завершенности сюжета, и в цветовом эмоциональном богатстве пешналистых южных деревьев. В живописном полотне Александра Александровича мы также можем видеть изображение грузовика Полуторки. Полуторками в СССР называли грузовые автомобили ГАЗ-АА, и их грузоподъемность составляла полторы тонны. Отсюда и произошло название Полуторка. И также на борту грузовика мы можем видеть номер с буквами КД. Их использовали в автомобильных номерах Крымской области в 1936-1946 годах. И этот факт еще раз подтверждает то, что работа Александра Александровича была написана именно в Крыму. Данное произведение было передано в фонды нашего музея в 1986 году Центром Росизо-пропаганда, который сыграл значительную роль в комплектовании музейного собрания на начальном и последующих этапах. Также интересен и тот факт, что работа атрибутирована 1936 годом. Но по имеющейся информации в некоторых источниках, а точнее в книге Анатолия Юрьевича Никича, которая называется «Осмерки на размышления об искусстве. Письма, критика, воспоминания современников», нет данных о том, что в этом году художник был в Крыму один или со студентами. Возможно, здесь была допущена ошибка и имелся в виду 1986 год, год передачи работы в наш музей. Интерес к южному пейзажу, характерный для творчества многих художников-пейзажистов, в довоенный период отражают работы Григория Михайловича Шигаля «Вечер в козах» и «Пасмурный вечер. Крым» с тончайшей передачей в тонально-цветовой гамме пасмурного и солнечного дня. Тонкий живописец, умный педагог, теоретик искусства – таким вошел Шигаль в историю отечественной культуры. Он принимал самое непосредственное участие в создании Тульского музея, являясь в начале 1920-х годов организатором городских изо-студий и свободных государственных художественных мастерских. Он писал пейзажи взволнованно, эмоционально, умел найти скрытую для простого глаза красоту, тонко прочувствов и остро передав состояние природы. В молодые годы художника больше привлекала яркая природа Крыма и Кавказа. О крымском периоде довоенного творчества художника, к сожалению, достаточно мало информации. Известно, что главной темой произведения Григория Михайловича в течение трех лет, с 1938 по 1940 год, были крымские мотивы. Это связано с его педагогической деятельностью в Московском художественном институте имени Сурикова. Профессор Шигаль вместе со студентами ездил в Крым, местечко Коза, на летнюю практику. Надо сказать, что став недавно хранителем коллекции живописи первой половины XX века, у меня открылись широкие возможности для дальнейшего исследования и атрибуции произведений этих лет. Произведения Григория Михайловича были закуплены у частного коллекционера в 1985 году, который попросил не называть свое имя, но его контакты остались у музея, поэтому с его помощью вполне возможно пролить свет на историю создания и приобретения коллекционерам этих полотен. Еще один художник, в чем творчество представлен Крым, это Владимир Ломакин. Его отец – выдающийся уроженец Белгородской земли Гавриил Ломакин и родоначальник замечательной творческой династии. Он был композитором, хоровым дирижером, бывшим крепостным музыкантом графа Шереметьевой Слободы Борисовка. И ценой упорного труда он сумел не только развить свой собственный талант, но и воспитать несколько поколений певцов. Надо сказать, что среди его учеников в разных учебных заведениях были князь Юрий Голицын и будущий гений русской музыки Петр Ильичиковский. А среди друзей – композиторы Михаил Глинка, Александр Гомышский, Александр Серов, отец художника Валентина Серова, и художественный критик Владимир Стасов. И неудивительно, что его сын Владимир, воспитываясь в такой среде, с детства проникся изящным искусством. По определенным причинам Гаврил Ломакин не позволил сыну выбрать профессию художника. И Владимир окончил вначале Гатчинский институт, а позднее Петровскую земледельческую академию. Получив образование агронома, он честно посвятил свою жизнь службе в Департаменте земледелия России, интегрируя профессиональные знания в селекции винограда, выращиваемых в ботанических садах Молдавии и Крыма. Кстати, Владимир Ломакин был директором Никитского ботанического сада с 1906 по 1907 год. И тем не менее, все это не помешало Владимиру Ломакину осуществить свою заветную юношескую мечту – стать художником, вопреки желанию отца. В отсутствие базового художественного образования и только благодаря таланту и упорству он смог достичь больших результатов в живописи камерного характера, а также в области композиции и колорита. Он работал в жанрах портрета, бытовой картины, но особенно ему удавались лирические пейзажи и жанровые сценки из жизни домочадцев, которые он писал на пленэрах в Молдавии и Крыму в имении Кизилташ Ялтинского уезда. 27 работ Владимира Ломакина, переданных музею его внучкой, ярко демонстрируют незаурядный живописный талант художника и возможности творческого человека достичь своей цели не благодаря жизненным обстоятельствам, а вопреки им. Таким образом, в результате передачи произведений Владимира Ломакина его внучкой наш музей стал первообладателем его работы. Владимир Гаврилович Ломакин, в отличие от своего отца, не только не препятствовал увлечению дочери Марии изящными искусствами, но и давал ей первые уроки живописи, с детства привив ей трепетное отношение к восприятию красоты любого природного мотива, даже самого скромного и неприметного. Мария Владимировна Ломакина, выпускница монументального отделения Петроградской академии художеств, ученица Кузьмы Петрова-Водкина и Дмитрия Киплика, художник-лирик о романтической ориентации, к сожалению, забыта на полвека по идеологическим соображениям. Марина Алексеевна Ломакина подарила нашему художественному музею большую коллекцию живописных произведений 19-20 веков, включившую 96 работ ее матери Марии Владимировны Ломакиной и 27 полотен деда Владимира Гавриловича. Очень трудно переоценить в комплектовании музейных фондов роль даже единичных передач, тем более такого крупного дара, который имеет не только художественное, музейное, но и краеведческое значение. И переданная музею коллекция находится сейчас в стадии тщательного изучения, включающего типологическую и хронологическую систематизацию предметов, подробное описание состояния сохранности каждого из них, искусствоведческий анализ, составление инвентарных карт для последующего приема произведений на постоянное хранение. Работы, представленные в докладе, это небольшая, но интересная часть собрания Белгородского художественного музея, посвященная Крыму, созданная достаточно крупными известными мастерами. Я уверена, что пройдет еще не один век, но интерес к райскому уголку Крыма вряд ли иссякнет. Благодарю вас за внимание.